Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Последнее поле. Уборку закончило самое урожайное хозяйство Мясниковского района. В 18 лет ежегодно наращивали объем производства. И тут по сравнению с прошлым годом прирост на 30% за один год. Сегодня днем до 42 в тени. На два дня в Ростовской области опасная жара. Бумажка или пачка сигарет, которые можно принять за мусор, оказываются закладками наркотиков. Свою работу показали донским полицейским задержанной в Ростове наркоторговцы. Преступная группа торговала через интернет. Товар раскладывали на улицах. Пройдя по городу с подозреваемыми, сотрудники полиции собрали 160 граммов запрещенных веществ. Дилеры продавали синтетику и марихуану. Уголовные дела возбуждены сразу по трем статьям. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. А также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Дома у задержанных полицейские нашли сим-карты, телефоны, ноутбуки, банковские карты, подтверждающие наркоторговлю. Преступникам грозит до 20 лет заключения. 30 старинных зданий в центре Ростова обновят в этом году. Капитальный ремонт фасадов и кровли проводится без ущерба для исторического облика города. В этом губернатор убедился, побывав на одном из объектов культурного наследия. Жилой дом в переулке Островского в этом году отметит 117-летие. Ко дню рождения фасад и кровлю отремонтируют, но внешне здание останется прежним. Никаких штукатуриваний не будет, только будет расчистка фасадов и восстановить старинный облик. То есть максимально стараемся сохранить старый облик. Подрядчик отреставрировал не один памятник истории в Ростове. Такими работами занимается 15 лет и гарантию на фасад дает еще лет на 50, не меньше. Технологию приведения в порядок исторических зданий определяет специальная комиссия, созданная в 2014 году по инициативе губернатора. После объезда на совещании по благоустройству к Мундиалю городские власти попросили губернатора выделить еще 150 миллионов рублей на ремонт исторических зданий. Тот поручение дал и сроки оформления документов сокращены на 10 дней. 20 дней. 20 дней поручение будет обеспечить прохождение документов период не более 20 дней. Обсудили и благоустройство центра Ростова. Мелочей в этом деле быть не должно, подчеркнул Василий Голубев. Например, опоры электропередач нужно обернуть сеткой, чтобы не было соблазна клеить на них рекламу. Народу кажется, что кто-то их читает. Никто их не читает у столбов в таком количестве. Но то, что это меняет облик улицы, сразу становится ясно. Деревьев на Большой Садовой станет больше на 200 штук – 1100. 31 поменяют, рассказал замгородоначальника. Особое внимание площади Советов. Фонтан со львами реконструируют. Нет министра культуры здесь. До меня дошла информация, что он решил львов новых сделать. Я говорю, я тебя туда посажу вместо львов. Львы, все остальное можете менять, львов не трогайте. Они должны быть только в порядке. Говоря о малых архитектурных формах к Мундиалю, губернатор подчеркнул, это могут быть не только футбольные мячи, ищите эксклюзивные решения. И напомнил о четкой адресной навигации. В некоторых случаях еду, я спрашиваю, еду, говорю, ребята, повернули, мы с улицы съехали, я не пойму, где наименование улицы. То есть можно указатель сделать, а улицы и найти. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Есть 9 миллионов тонн ранних зерновых по области. Новый рубеж взят. И уборка в северных районах продолжается. Лидер по урожайности сейчас Мясниковский район, а в нем есть свой лидер – колхоз Шаумяна, где торжественно убрали последнее поле. Показательная уборка последнего поля. 16 комбайнов, встроенным рядом, пройдут 100 гектаров за 5 часов. Камазы принимают темное золото полей. Урожай рекордный. В 18 лет ежегодно наращивали объем производства. И тут по сравнению с прошлым годом прирост на 30% за один год. Конечно, это большая радость и большая победа для всех. Ударными цифрами украсили комбайны. Невиданное дело. 70 сантиметров с гектара в среднем собрали, а всего 32 тысячи тонн. А раньше лишь о 10-ти мечтали. Немалое значение имеет использование органических удобрений. Мы уже более пяти лет занимаемся переработкой навоза. Ежегодно более 1200 гектаров в год получают нормальные, сухие, подготовленные органические удобрения. Ну, эффект начали чувствовать. И кроме этого, агрономы наши в этом году много новых агроприемов использовали. Жатва – самый трудный этап работы в поле. И самый приятный. Есть результат и в бункере, и в кошельке. Готовились уже, наверное, лет 10 к этому урожаю. А именно на этот год неожиданно было. Мы думали, что будет хотя бы где-то в районе 30, но 32 – это действительно неожиданно. Гордость, ну и очень хочется поспать. Работа, она всегда трудная. А уборка хорошая, оно и урожай дает, и хорошо, оно приятно. В этом году урожай запомним. Такого урожая мы еще даже не представляли. Показатели урожая чуть снизили внеурочные дожди в начале уборки. Зерно теряло качество. Но влага позволила и полупустынным районам области получить невиданный урожай. И восток тоже с хлебом. Надо сказать, что уверенно, как бы на свой рекорд. Зимовниковский район идет. Ну, более 650 тысяч тонн точно. Уборка продвигается на север, где темпы работ останавливает непогода. Недели через две подсчитают общий результат. Зерно пойдет и на собственные нужды, и на продажу, в основном на экспорт. Прибыль позволит сделать хороший задел на будущий год. Закупить технику, удобрения, в срок провести сев и уходные работы. Татьяна Бочарова, Юрий Санкин, Дон-24, Мясниковский район. Как правильно фиксировать правонарушения в природоохране, получить финансовую поддержку в сельском хозяйстве, компенсировать субсидиями затраты на праздники и фестивали. Такие вопросы обсудили казаки Дона, подводя итоги полугодия. В совместном совещании приняли участие представители областного правительства и прокуратуры. Донские казаки помогают Минприроды и Экологии предотвращать экологические преступления. Службу ведут в Ростовском природном парке Донской. А чтобы казаки не вступили в противоречие с законом, взаимодействие организовано и с прокуратурой. Природоохранный прокурор сегодня сделал хорошее выступление. Рассказал казакам о той работе, которую они должны проводить, как они могут, какие права они имеют, как это правильно делать, чтобы это было все правильно и днило эффект, как обращаться к органам исполнительной власти, как фиксировать правонарушения. Еще казаки проводят различные праздники и фестивали, и нередко наличные средства. Но в этом вопросе можно рассчитывать на субсидии, в обмен на финансовую дисциплинированность и отчеты по затратам. Серьезное торжество намечается на 2020 год. Планируется отметить юбилей 450 лет служения казаков России. Подготовка уже идет. Фильм будет сниматься, и мемориал казаки решили строить, и история казачества еще раз будет пересмотрена с учетом одного только требования, чтобы это была правда и только правда, какая она бы не была, хорошая или плохая. Поддержку казакам готовы оказать два министерства сельского хозяйства и экономики совместно с департаментом потребительского рынка. Руководители ведомств предоставили доклады о программах, в которых могут участвовать казаки. Юлия Сурикова, Фатима Зурабова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Чаша варягов, выразительный полет икара из дерева, а рядом портреты Петра Первого и Екатерины Второй. Творческий дуэт таганрожцев художника Владимира Вельтмана и скульптора Николая Копцева творческого голода не испытывает и назвал свою выставку не хлебом единым. Скульптуры Этьена Фальконе и Федота Шубина стали творческой пищей для художника Владимира Вельтмана. Так и получились портреты царственных особ, на фоне которых охотно фотографируются гости выставки. Сейчас все ударились в компьютерное искусство, как говорят, постинтернет, эпоха. Тем не менее, мне кажется, это актуально, все равно оставаться в плоскости материального, для того, чтобы зритель мог не только созерцать, погружаться и ощутить материальность картины, запах дерева, почувствовать свою принадлежность к классическому искусству. Скульптура Николая Копцева и живопись Владимира Вельтмана дополняют друг друга не случайно. Они в буквальном смысле соседи по творческой мастерской. Оба, как говорят, придерживаются старой школы. У скульптора дар работать с капом, наростами на дереве. Его талант и художественная интуиция в изящных картинах, скульптурах и предметах интерьера, которые он делает из дуба, ясеня, клёна. Очень большой труд, я знаю, вложен в произведение, которое я представил, есть в Копце Николаево. Он, что ты видишь, как он все это делает, действительно, мастер, который очень тонко чувствует материал и создаёт такие прекрасные формы. Для Владимира Вельтмана не прошло бесследно занятие реставрацией. Сложная фактура некоторых живописных полотен напоминает древнюю фреску. Есть коллажи, где он использует и камни, и дерево. И Николай Копцев, говорит Владимир, делает то же самое в отношении своих скульптур. Так что найден удачный творческий ход. Галина Белоусова, Дон-24, Таганрог. Пасатели МЧС предупреждают о чрезвычайной ситуации температуры воздуха за 40. Сегодня и завтра солнце буквально раскалит Ростовскую область. Некоторым районам во второй половине дня грозит температурный пик 42 градуса. Такую сильную жару синоптики называют опасным явлением и спадет она к субботе. Гидромедцентр обещает, что циклон снизит дневную температуру на 6-10 градусов, то есть до вполне приемлемых донским летом плюс 32. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 15.00. Еще больше новостей на нашем обновленном сайте don24.ru. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти».